Большое количество свободных денег на рынке способствует тому, что 50% облигаций в мире сейчас с доходностью ниже 1%. Насколько критично это для мировой экономики, мы обсуждаем с Андреем Шеверем из компании Trends & Markets. Уже более 50% облигаций в мире опустились ниже 1% их доходность. Насколько это критично, насколько большая разница между отрицательной процентной ставкой и близкой к нулю? На самом деле тенденция снижения доходности облигаций, прежде всего государственных облигаций, она является следствием той политики, которую в настоящее время проводят крупнейшие центральные банки. Эта политика связана с тем, что путем реализации программ количественного смягчения, а некоторые банки путем реализации, вернее способом снижения ставки до отрицательного уровня пытаются оживить, во-вторых, противостоять дефляционным процессам и, во-вторых, оживить экономический рост. Можно сказать, что проблема дефляции стала в один уровень с инфляционной проблемой? Я бы сказал, что проблема дефляции в Европе превалирует. Проблемы инфляции не существуют на данный момент, больше того пытаются противодействовать именно дефляции. А теперь по факту это и мировая тенденция. Если более 50%, то значит это более половины. Если мы говорим о отрицательной доходности, то все-таки это отношение меньше. То есть можно говорить о том, что доходность в настоящий момент действительно низкая, вернее близкая к нулю. Это действительно имеет место. Какие могут появиться явления в той же европейской экономике? И поможет ли программа количественного смягчения от Европейского центрального банка с этим бороться? Или мы здесь не увидим никаких критичных явлений? Дело в том, что программа количественного смягчения – это один из способов решения существующей проблемы. Можно спорить об ее эффективности и будем говорить о тех рисках, которые реализация ее несет с собой. Но на данный момент считается, что баланс позитивных моментов перевешивает возможные негативные тенденции. Как любой инструмент монетарной политики, он не может быть либо хорошим, либо плохим. Он может быть таким в данной конкретной ситуации, в данный конкретный период времени. На данный момент, мне кажется, что политика, которая проводит ЦБ и ряд других центральных банков, она в общем-то достаточно адекватная ситуация. Она говорит о том, что она принесла конкретные плоды и, будем говорить, серьезно переломила ситуацию. Наверное, пока не стоит, потому что процессы достаточно протяженные во времени. И говорить о успешности и неуспешности, по большому счету, нужно будет говорить о том, когда будут достигнуты эти силовые показатели, на которые ориентируется ЦБ, в частности, при реализации своей политики. Низкая доходность – это как следствие замедления развития экономики? Или еще и одна из ее причин? Ведь тогда нет возможности стимулировать сами государства. Ну, низкая доходность является следствием того, что существует избыток на данный момент капитала, то есть избыток денежных средств на рынке. Соответственно, этот ресурс стоит дешево, соответственно, доходность, то есть простое сочетание спроса и предложения определяет в данной ситуации доходность. Говорить о том, что первично в данной ситуации, ну, наверное, все-таки процессы, которые происходили в реальной экономике, то есть действия ЦБ не стали ответом на ситуацию, сложившуюся в реальной экономике. То есть все прекрасно помним финансовый кризис, кредитный кризис, который разразился в Европе. Вот, и, соответственно, действия ЦБ стали ответом на, будем говорить, одним из путем, пути выхода и сложившейся ситуации. Когда стоит ожидать увеличения доходности и идти в банк? Ну, дело в том, что, опять же, будет зависеть от того, каким образом будет чувствовать себя реальная экономика. То есть в настоящей ситуации, в общем-то, Европа где-то начинает проявлять признаки где-то в большей, где-то в меньшей степени не стабилизации уже, а именно роста. Пусть этот рост, в общем-то, незначительный достаточно, но, тем не менее, позитивные тенденции, в общем-то, они наблюдаются, существуют. И, соответственно, будем говорить, по мере того, как ЕЦБ будет сворачивать, либо завершать свою программу количественного смягчения, соответственно, это окажет влияние на доходность государственных облигаций. То есть по мере, будем говорить, улучшения позитивных тенденций в экономике, по мере оживления инфляции, естественно, будет увеличиваться и доходность государственных облигаций. Проблема низких доходностей облигаций – это только европейские, там, японская проблема? Или это все-таки сейчас мировая тенденция, и даже в тех регионах, в которых обычно мы видим среднюю доходность, сейчас она снижается? Нет, ну, естественно, все в мире связано в большей или меньшей степени. И, соответственно, такие тенденции, тем более, если происходят подобные процессы на таких значимых рынках, каким является чем-то Европа, США, Япония тоже. То, что мы говорили, ну, Япония немножко там своя ситуация, в общем-то, длится достаточно долгий период времени. То есть, в принципе, да, эти процессы взаимосвязаны. Единственное, что степень влияния и масштабы влияния, они, в общем-то, по разным регионам различны. Если будет увеличиваться рисковость определенных экономики еврозоны, может ли это стимулировать увеличение доходности ценных бумаг этих определенных стран и Евросоюза в целом? Ну, если мы говорим о рисках темпом экономического роста, да? Например, если мы возьмем периферийные страны, южные страны еврозоны, то там теоретически должна быть доходность выше. И чем дальше заходят определенные критические моменты, то и проблема отрицательной доходности или низкой доходности должна исчезнуть. Да, совершенно верно. Дело в том, что, в общем-то, как мы говорили, страны периферийные Европы, тут тоже, наверное, следует разделять. Страны Южной Европы, Греция, которая является таким достаточно ярким показателем. И страны, будем говорить, Ирландия, Португалия в меньшей степени, нельзя ее назвать, скажем так, северной стороной. Но суть в том, что там, в общем-то, процессы, может быть, реформы, которые предпринимались правительствами, они, в общем-то, дают, на данный момент действительно дают свои плоды. И там отмечаются и позитивные темпы роста, и, соответственно, будет расти, скажем так, доходность государственных облигаций. И, в принципе, облигаций именно на фоне оживления экономического роста. То есть здесь локомотивом может быть не, как традиционно принято считать, Германия, а в этом инструменте как раз периферийные страны? Ну, учитывая долю, будем говорить, их в экономике еврозоны, наверное, не стоит переоценивать это влияние. Однако таким фактором это действительно может быть. По-вашему, когда мировая проблема низких доходностей пройдет? То есть мы говорим, если пройдет еврозония, то и в остальных странах теоретически подтянутся доходности. Или здесь могут быть и какие-то другие показатели? Ну, я бы не назвал это проблемой. То есть это, может быть, какой-то один из показателей общей ситуации в экономике. То есть, может быть, даже где-то какой-то один из индикаторов. Безусловно, процессы, в общем-то, они в разных регионах, может быть, где-то похожи. Но, тем не менее, протекает с разной интенсивностью, может быть, вызываются. И, соответственно, в разное время начинаются, будем говорить, пики какие-то, либо же свои стабилизации. Соответственно, не может такого быть, что одновременно по всему миру ситуация резко улучшится. То есть, будет заложена, если будет заложена тенденция улучшения, то есть на крупных, действительно влиятельных рынках, соответственно, это подтянет за собой и, будем говорить, рынки периферийные, ну, назовем их так, периферийные, либо же находящиеся в других регионах. Что может сделать рынок США? Какой он имеет влияние здесь на низкую доходность облигаций в мире? То есть, действия ФРС могут ли как-то отразиться? Ну, дело в том, что ФРС на данный момент стоит на пути, ну, как они говорят, нормализации, будем говорить, монетарной политики. И, соответственно, сейчас речь идет о том, когда, в какое время начнется процесс повышения ставок, что предполагает, естественно, увеличение доходности и облигаций, в частности, американских. Дело в том, что там экономика достаточно динамично развивается, несмотря на последние, скажем так, свидетельства того, что этот процесс не идет равномерно и не без каких-то там снижений. Тем не менее, общая тенденция такова, что рост США продолжится, и, в общем-то, США могут стать, вернее, вернуть себе, можем говорить, роль, скажем так, локомотива мировой экономики. Однако это не все так достаточно просто. То есть, есть масса нюансов и факторов, которые могут, в общем-то, ограничить влияние этого фактора. О том, когда вырастет доходность по гособлигациям, мы обсуждали с Андреем Шеверевым из Trends & Markets. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенцев, специально для Dukascopy TV из Киева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова